Сайберпанк Вы на портале gameguru.ru Меня зовут Александр Никитенко и я не сомневаюсь, что Cyberpunk 2077 и правда будет не идеальной игрой. А на релизе публика припомнит полякам все сгоревшие отпуска, взятые специально под выход этого эпохального тайтла. До его релиза осталось чуть меньше пары недели, я считаю, что сейчас самое время немного охладить свой пыл и трезво подумать. А стоит ли заочно ненавидеть главную игру в истории одной народно любимой польской компании? Мы обязательно поговорим о проблемах геймплея, но это будет чуть позже. Давайте лучше начнем с обсуждения общей репрезентации проекта. Дело в том, что Cyberpunk 2077 еще не вышла, но кажется уже успела всем надоесть. CD Projekt Red допустила огромную ошибку, зарядив масштабную маркетинговую кампанию за полтора года до выхода игры. Ведь агрессивная реклама может стать не только инструментом позитивного окрашивания продукта в публичном поле, но и ровно наоборот. Сделать так, что люди начнут испытывать негативные реакции при одном упоминании надоевшего форса. Самое обидное в этой истории, на мой взгляд, это живой пример, который был у польских разработчиков перед глазами с осени 2019 года. Хидео Кодзима гремел своим Death Stranding на весь мир, а неординарного японского геймдизайнера величали гением на каждом углу. Дело дошло даже до консервативного российского федерального ТВ. Однако, когда игра вышла, геймеры быстренько сняли с гения его корону, а Death Stranding приравняли к странному проходнику, который вряд ли способен полюбиться широкой публике. От игры Кодзимы ждали многого, но вместо грома, который сотрясет всю игровую индустрию, на выходе получился скорее шлепок хлопушки. Можно долго всматриваться в разноцветные конфетти странной формы, искать в них философские подтексты и глубокий символизм, но факт останется фактом. Death Stranding перегрела информационную повестку и жестоко за это поплатилась. Теперь на эти грабли с размахом 314-миллионного бюджета наступает CD Projekt Red. Ауч. Если ты не горишь заживо, то ты, считай, не существуешь. Ладно, если честно, ситуации получаются совсем не одинаковые. Death Stranding была экспериментальным проектом, артхаусом с бюджетом ААА, зеленым слоником, который запустили во всех кинотеатрах мира. Cyberpunk 2077 не такая. Это вполне себе массовая игра в трендовом жанре экшн-РПГ. Еще давно геймеры очень емко охарактеризовали этот проект помесью Deus Ex и GTA. Но чем больше разработчики показывали геймплейных кадров, тем больше сомнений появлялось в умах людей. Тут тормозит, там тупые боты, здесь плохая физика авто, а вот только сюда, посмотрите, мир до жути пустой. И вся мировая печаль заключается в том, что эти тезисы отнюдь не лишены зерна истины. Но теперь давайте развернем ситуацию другой стороной. Cyberpunk 2077 — это первая игра CD Projekt Red с полноценно работающим открытым миром. Да-да, я знаю, о чем вы подумали. Разве Ведьмак 3 был не таким? На самом деле и не совсем. Легендарная игра поляков, конечно, задала новых индустриальных трендов с распиханными по всей карте вопросительными знаками, но по сути открытый мир в ней был функциональным пространством, где Геральт делал тыг-дык-тыг-дык на лошади, разъезжая по сотне разнообразных квестов. Порой в нем появлялись разные хуторки да деревеньки, но на протяжении всех 300 часов геймплея я не мог отделаться от ощущения, что расставлены по карте они были методом Ctrl-C, Ctrl-V. Ну а вы просто сравните, к примеру, насколько более детально проработан мир Cyberpunk 2077. Журналисты называли эту игру опенворлдом с детализацией вылизанного сингла, и количество человека-часов, потраченных на создание такого достоверного виртуального пространства, сполна даже представить сложно. Структурно мегаполис, по которому расхаживают горожане и разъезжают машины, это вещь куда более сложная и системная, чем средневековый ландшафт живописной природы и снующими туда-сюда утопцами. А теперь давайте загибать пальцы. Делала ли раньше CD Projekt шутер от первого лица? Нет. Делала ли эта польская студия физическую модель автомобилей? Тоже нет. А был ли в её играх полноценный искусственный интеллект NPC, обеспечивающий челленджевый экшен или даже стелс? И я такого не вспомню. В общем, суть мысли, думаю, вы уже уловили. В Cyberpunk 2077 очень много механик, с которыми CD Projekt Red сталкивается впервые. Можно ли сделать что-то идеально с самой первой попытки? Пожалуй, стоит признать, что, скорее всего, нет. Если вам нравится это видео и вы намерены досмотреть его до конца, поставьте нам лайк и подпишитесь на канал. А теперь давайте вернёмся к нашему горячему обсуждению. Ведь тут уже земля идёт ходуном от невероятного столкновения ожиданий и реальности. Маркетинговая компания Cyberpunk 2077 как бы заявляет, смотрите, перед вами лучшая игра из всех, что видел этот мир. И в каком-то плане оно будет действительно так, но ведь общая картина всегда складывается из десятка, сотни и тысячи самых разнообразных мелочей. Все эти мелочи ни в коей мере не дадут вам права согласиться со смелым заявлением маркетологов. Да, я ещё не играл в Cyberpunk 2077, но при этом даже по геймплейным роликам вижу, что она не предоставит вам лучший геймплейный опыт в жанре экшена. То тут, то там обязательно скажется неопытность разработчиков в создании новых для них механик. Но в чём эта игра способна установить абсолютно новые стандарты, так это в проработке истории и методах взаимодействия игрока с этой историей по мере прохождения. Прямо сейчас я задам вам один вопрос, который подскажет, какое отношение нужно выработать к Cyberpunk 2077, чтобы воспринимать эту игру правильно. За что миллионам геймеров так полюбился третий ведьмак? За историю, квесты, запоминающихся и живых персонажей. За нарративную часть, которая в ролевой игре представляет собой гораздо более важную вещь, нежели голый экшен. За моральные дилеммы, которые заставляли пользователя как следует пораскинуть мозгами. За житейскую драму, в которую сложно не поверить. И вот тут CD Projekt Red заходит с козырей. Ведь опыта в этой сфере у студии предостаточно. По части райтинга The Witcher 3 даст фоу большинству современных игр. Занятно, что пока я писал этот материал, на сайте PCGamer вышла авторская колонка журналиста Энди Келли. В отличие от меня, зарубежный автор уже поиграл в Cyberpunk 2077, но наши мысли в чём-то схожи. Келли призывает читателей не верить в маркетинг игры. И вот что он пишет. CDPR не будут показывать на огромной сцене Е3 трейлер о том, как Джуди и Ви мило болтают, сидя на кровати. Но таких моментов в игре хватает, и это здорово. У меня были опасения, что игра будет только про футуристический сленг, матерящихся гангстеров и чересчур гротескных персонажей. Но там есть место и человеческому, причём глубина ничуть не уступает некоторым квестам из того же Ведьмака. Иными словами, маркетинговая стратегия Cyberpunk 2077 последовательно выстраивала вокруг игры образ забористого экшена, чтобы привлечь внимание максимальной аудитории. Ирония заключается в том, что люди, жаждущие этого экшена, ждущие свою идеальную игру мечты с лучшей стрельбой, лучшей физикой автомобилей и лучшим искусственным интеллектом из всех существующих, будут очень сильно разочарованы. Если вы хотите получить удовольствие от одного из главных релизов поколения, перестаньте ждать от него идеального всего. Приготовьтесь к багам и косякам реализации конечных механик. Приготовьтесь к странной модели поведения автомобилей и, в конце концов, приготовьтесь пережить иммерсивные приключения в невероятно стильном мире, который расскажет вам одну из лучших историй в игровой индустрии. Насколько оправдаются мои слова, мы узнаем уже 10 декабря, если игру, конечно, не перенесут ещё раз. Тогда мы вернёмся к обсуждению эпохального тайтла CD Projekt Red на совершенно ином уровне. А теперь напишите в комментариях, чего ждёте от Cyberpunk 2077 лично вы. И если вам понравился этот ролик, не поленитесь поставить под ним лайк и подписаться на наш канал. Так вы поможете нам интересно рассказывать про видеоигры. А с вами был Александр Никитенко и команда GameGuru.ru. Смотрите, во что играете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!